Для большинства жителей Казахстана и Сыкули ассоциируются с летом и немного ленивым отдыхом. Но сегодня мы приехали сюда для другой цели. Велокоманда ВИ нас на мотоц пригласила нас поучаствовать в сборах. И что из этого получится, вы узнаете прямо сейчас. Признаемся честно, когда команда пригласила нас побывать на сборах, мы обрадовались такой возможности. Во-первых, здесь мы могли пообщаться с велогонщиками за пределами гона. Обычно во время официальных стартов они испытывают огромные нагрузки. И на общение с журналистами у них почти нет времени. Во-вторых, в этом году Вина Астана Моторс собрал у себя почти всех сильнейших андеров страны. То есть велогонщиков моложе 23 лет. Вполне возможно, что через несколько лет кто-то из этих ребят станет настоящей звездой мирового велоспорта. Познакомиться с ним сейчас и увидеть, как начиналась его профессиональная карьера. Такую возможность вряд ли кто-то из спортивных журналистов захочет упускать. Раньше это была, можно сказать, слишком большая разница между сборной Казахстана и основной профессионалами. И вот этот шаг очень большой был. Не все могли так быстро шагнуть и постепенно только начинали набирать. Сейчас вот благодаря нашей команде ребятам такая возможность дается, чтобы втянуться в велоспорт профессиональный постепенно. Чтобы они росли. Вот с юниоров они вышли, перешли к нам. И у них есть 4 года, за которые они должны вырасти до уровня профессионала, можно сказать. В современном велоспорте очень строгая и даже чуть закостенелая иерархия команд. На верхушке айсберга команды мирового тура, который автоматически получает возможность участвовать в самых престижных гонках. В него входит 19 велогрупп, среди которых казахстанская Астана. Недавно журналисты нашего канала побывали на ее презентации в Испании. И сделали об этом событии специальный репортаж, который вы можете найти у нас в архиве. Следующая ступень – это профессиональные континентальные команды. Они могут участвовать в крупнейших гонках по специальному приглашению или принимают участие в чуть менее статусных стартах. Проще всего здесь привести сравнение из мира футбола. Там есть Лига чемпионов, где выступают сильнейшие клубы. И есть Лига Европы, где общий уровень команд чуть пониже. Но для миллионов футболистов это все еще недостижимая высота. Так вот, Вино Астана Моторс имеет статус проконтий. Дорасти до такого уровня может далеко не каждый. Ну, у нас команда очень дружная. У нас и славится наша команда в Казахстане, что мы очень сплоченный коллектив. Но в команде я уже седьмой год, и поэтому всех я уже давно знаю. Ну, а с новичками я уже познакомился. Приятные ребята. Как несложно догадаться из названия, в свое время велогруппа была создана по инициативе Александра Винокурова, которого в Европе болельщики привыкли называть просто Вино. Сборная из Сыкули был первым для команды в этом сезоне. Здесь находились тренер Евгений Непомнящий, которого любители велоспорта помнят по выступлениям за Астану, массажист Сергей Власенко, а также 12 велогонщиков. Матвей Никитин, Степан Астахев, Григорий Штейн, Йоганн Штейн, Мухаммед Улызбаев, Евгений Федоров, Игорь Джан, Александр Семенов, Александр Овсянников, Глеб Брусенский, Данил Пронский и Денис Бурнашов. На побережье Иссыкуля они провели три недели. Если начать в январе, к примеру, где-то в другом месте, то можно раскатиться только к концу сезона или к середине сезона. А то, что мы вот в Киргизии здесь проводим сборы, уже мы хотим выйти на февраль, на гонки наши первые, это в начале февраля. Команда не случайно выбрала для тренировок окрестности Чалпон-Аты. Во-первых, местные дороги относительно неплохого качества. Во-вторых, в зимнее время здесь совсем мало машин. В-третьих, именно в этих местах проводили сборы не одно поколение казахстанских велогонщиков. Например, на одном из выездов мы встретили женскую сборную Казахстана по велоспорту. А также победителя Кубка Азии по маунтинбайку Кирилла Казанцева. Он уже начал готовиться к новому сезону, хотя с последнего официального старта прошло совсем мало времени. Здесь оптимальные условия для первой части подготовительного сбора. Мы только начинаем сезон. Здесь, во-первых, высота 1600 метров, это уже среднее горе. Для нас это очень большой плюс. Ну и в среднем здесь ниже ноля не опускается. Для нас самое главное, чтобы мы могли выезжать на дорогу. Как практика показывает, уже не один год в основном всегда сбор в Киргизии мы делаем. И результаты у нас идут уже с весны. В нынешнем составе Вино Астана Моторс Матвей Никитин один из самых опытных гонщиков. Он уже был одним из героев эфири нашего телеканала, когда в прошлом году вошел в тройку призеров по итогам первого этапа Тура Алматы. Во время первого съемочного дня мы прежде всего спросили его о погодных условиях во время тренировки. Ветер оказался настолько сильным, что даже просто находиться на улице несколько минут было каким-то отдельным занятием на выносливость. Начало сезона, особенно в Европе, очень плохая погода. Постоянные дожди, температура бывает опускается до минус двух. Можно сказать, привыкаем к началу сезона, чтобы было легче в начале. Разумеется, никто из нашей съемочной группы не был готов функционально ехать наравне с гонщиками на велосипеде. Поэтому оператор занимался своей работой из машиносопровождения, а я старался быть полезным и раздавал из окна автомобиля горячий чай и печенье. Тем временем велогонщики примерно за три часа проехали около сотни километров. Наверное, самые яркие впечатления вот этот день осталось. Я не знаю, что может это еще интереснее было. Ну да, один из самых тяжелых дней это был сегодня. Да и вообще, в принципе, за мою карьеру, что я здесь уже вкатываюсь пять лет, это вот первый день, наверное, такая плохая погода с ветром сильным. Каково это ехать против вот такого ветра, честно говоря, мне даже микрофон сейчас уносит. Ну, это очень тяжело, но с другой стороны, когда ты разворачиваешься, идешь по ветру и несешь себе полтинник, самое главное перетерпеть, это когда едешь на ветер. На самом деле секрет прост, потому что у нас те же соревнования, бывают абсолютно точно такие же ветра, и с другой стороны, мы уже более готовы к соревнованиям с таким же ветром, и бывает и по шесть часов. В общем, ради опыта это только в плюс. Со стороны может показаться, что во время таких выездов велогонщики совершают монотонную, однообразную работу. Но, как правило, на каждой тренировке перед ними ставятся разные задачи. Если сборка когда начинался, то мы без работы ездили. А сейчас уже делаем разноплановую работу. Есть и спринт, это каждый гонщик отрабатывает свой спринт, там, по несколько спринтов за одну тренировку. Есть и колесом, ну, это работа, которая с перемещением. Есть индивидуальная работа, индивидуальная, которая, и каждый гонщик над собой работает за этот участок. Определённые, там, минуты я им даю, 10 минут. Они каждый над посадкой, над педаляжем, над своим, над... Ну, работа над собой, и плюс, конечно, я им говорю, что ехать нужно на таком-то пульсе, при таких-то оборотах и такие-то ваты. Каждый день до обеда мы тренируемся на шоссе по 3-4 часа. После обеда у нас уже другая работа. Например, можем работать со штангой и тренажёрами над общей физической подготовкой. В этот раз велогонщикам повезло с погодой. Несмотря на то, что сбор проходил в декабре, на побережье Сыкуля практически невозможно было найти ни одного сугроба. За три недели сборов они лишь однажды поменяли план работы из-за снежной погоды. Мы не всегда на дороге, как вы уже видели, мы и бегаем, и... Ну, и футбол можем поиграть. У нас выпал здесь два дня снег, мы немножко сходили в горы, здесь прекрасные горы, немножко поиграли в футбол. В принципе, дни не выпали у нас здесь. Тут многое зависит от тренера тоже. Их настрой очень, очень сильно зависит от тренера. Даже те же самые зарядки, тренировки и вторая тренировка. Они иногда говорят, может быть, вот так, вот так сделать. Я к ним прислушиваюсь, и я стараюсь находить такой баланс, чтобы это было продуктивно, и им не перечитим тоже. Потому что они тоже свой организм сами знают, и чувствуют, и подсказывают мне. Во второй съемочный день погода оказалась намного приятнее. Пелогонщики поработали над сменами, проехали небольшую импровизированную разделку, а на последних километрах обогнали девчонок из сборной Казахстана. В этой небольшой погодни одним из главных моторов был Евгений Федоров. Позапрошлым году он победил вместе с Глебом Брусенским на юношеских Олимпийских играх, а затем стал чемпионом Азии в гонке с раздельным стартом среди андеров. Сбор очень хорошо прошел, срывов, тренировок не было, ну, погода тоже. Один день только снег выпал, а так не мешало тренироваться. В горы сходили, ну, все по плану выполнили. Сегодня как проехались? С ветерком или прохладненько все-таки было чуть-чуть? Ну, сегодня немного прохладно, было минус 2 градуса, но так терпимо. Солнце светит, можно не ехать. Разъезжаемся по домам на Новый год, все с семьями, чтобы каждый провел этот Новый год с семьей. И на вкатывание уже дальше следующий сбор уже не переживал, что он пропустил семейный праздник. Завершение тренировки не означало, что все дела на этом сборе сделаны. Перед дорогой домой ребятам нужно было обязательно привести в порядок свои велосипеды. Хотя для всех велогонщиков это привычная работа, и справляются они с ней без лишней волокитки. В январе велогонщиков Вина Астана Моторс ожидает второй учебно-тренировочный сбор. Который на этот раз пройдет в Испании. А уже в феврале команда начнет гоночную программу. Пять человек уже готовятся к поездке на Тур Руанды. В прошлом году на этой многодневке выиграл гонщик из Астаны Мерховик Удуз. Это накладывает на казахстанские команды дополнительную ответственность. Я там никогда не был, но и команда в целом там еще не участвовала. Мы практически проехали по всему миру, но в Африке никогда не участвовали. Ну, немножко переживательно. Мы сейчас и поставим вакцины, чтобы в первую очередь туда попасть. Но как бы это опыт и что-то новое. Первопроходцы как Ливингстон, да, будете? Да. Кроме этого, в планах менеджмента участие в Туре Ланкави и Туре Анталии. А в марте многие из этих ребят отправятся в Малайзию, где состоится чемпионат Азии. Самая основная цель, ну, лично для меня, это чемпионат Азии проехать хорошо. Ну, и ряд международных гонок, это Синхай Лейка в середине сезона у нас основной старт. Вот, два основных сезона. Хотелось бы поблагодарить наших спонсоров. Также Акимат Североказахстанской области. К Соколову Кумару Иргибаевичу большое спасибо, что нас поддерживает не один год уже. Это дает нам работать, ребятам заниматься, развивать велоспорт. Надеемся, что в следующий сезон мы покажем не хуже этого. И придем к наилучшим победам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова